здравствуйте дорогие коллеги рада приветствовать вас на странице на на профессионал жду когда вы присоединитесь всем здравствуйте рад вас приветствовать в прямом эфире меня зовут наталья чечневая я технолог компании на профессионал и сегодня у нас с вами очень интересная тема укрепление натуральных ногтей жесткими материалами мы сегодня с вами поговорим о том какие проблемы возникают у мастеров какие есть способы укрепления и посмотрим на практике как они выполняются так как я сегодня буду рисовать схемы я решила убрать из кадра свое лицо чтобы постоянно не переключать камеру это не очень удобно занимает много времени поэтому сегодня в кадре будут материалы и непосредственно все все что необходимо необходимо информация также будет на слайдах на видео и на схемах пока я чат не выключаем поэтому пожалуйста напишите какие проблемы у вас возникают если они возникают при укреплении натуральных ногтей жесткими материалами гелем полигелем жесткими базами мы сегодня перед эфиром сделали небольшой опрос и как раз у нас есть самый популярный ответ это то что возникает у мастеров много вопросов относительно того что делается свободным краем потому что от слойки сколы возникают прошу прощения и как раз мы сегодня с вами об этом поговорим я буквально сейчас минутку подожду ваши ответы и пожалуйста еще напишите как звук все ли хорошо со звуком и мы с вами будем непосредственно переходить к теме сегодняшнего эфира когда я буду рассказывать вам и показывать я комментарии отключу для того чтобы вам было удобно смотреть и естественно буду их периодически включать и также после того как я завершу свой рассказ я включу комментарии и вы сможете задать мне свои вопросы потому что тема действительно очень важное и нужное если вы не сможете посмотреть весь прямой эфир то он будет доступен в записи здесь и также на нашем канале на youtube поэтому пожалуйста переходите смотрите задавайте свои вопросы в том числе и после завершения эфира в комментариях я также с удовольствием на них отвечу так вот основная проблема мастеров при работе жесткими материалами это как раз то что появляются отслойки на свободном крае сколы не знают что делать как быть с этим тем более что многие кто писала говорил что я делаю подготовку правильно то есть не нарушаю последовательность и все равно получаю вот такие проблемы особенно на квадратной форме ногтей потому что как раз это основной камень преткновения и собственно возникает вопрос что с этим делать итак давайте я сейчас пока отключу комментарии чтобы вам было удобнее смотреть и мы сначала перейдем с вами к презентации и потом уже перейдем к практике и так если говорить о том как собственно менялась история укрепления ногтей да если вы работаете более 10 лет то соответственно вы знаете прекрасно что раньше мы работали только жесткими материалами это акрил и гель и делали мы не только моделирование но и укрепление натуральных ногтей длину естественно оставляли ту которая хочет клиент и работать с этими материалами все было хорошо до тех пор пока не появился гель-лак естественно наши клиенты заинтересовались этим материалом потому что с ним было работать быстрее чем с акрилом и гелем потому что здесь требовалось не только выкладка материала но и опил формы с гель-лаком такого не было и естественно многие клиенты в том числе и мои клиенты я помню как раз этот момент когда только гель-лак появился так как я уже более 10 лет в профессии соответственно многие на него перешли и дальше мы столкнулись со следующими проблемами материал не держался также как также хорошо как акрил гель в том числе многие мои клиенты ходили с акрилом именно и естественно после акрила была существенная разница соответственно многие мастера да все мастера в принципе да столкнулись с этой проблемой что делать хотели наши клиенты ходить также по 3-4 недели до следующей коррекции но если мы наносили гель-лак по той схеме который нам предлагал производитель то есть это тонкое нанесение базы два слоя цвета и топ такого не происходило могли клиенты ходить так долго с гель-лаком только те у которых свои ногти были собственно нормальной но вы понимаете что большая часть как раз контингент и контингента клиентов и мастеров составляют те кто хотел бы улучшить состояние своих ногтей до сделать их более крепкими и соответственно мастера начали тогда работать с базами для гель-лака как с гелями то сделать ими укрепление но здесь технология существенно стало легче так скажем да потому что если в гели нам после выкладки материала требовалось опиливать его также требовалась правильная выкладка с соблюдением технологии с соблюдением толщины потому что что касается классического геля мы с вами имеем такую проблему что в тонком слое чаще всего классические гели хрупкие и необходимо выложить их определенной толщиной для того чтобы получить жесткое покрытие с базами таких проблем не было да ибо потому что база все были эластичные соответственно их можно было выложить и тоньше и толще они хорошо это воспринимали и начался бум укрепление базами прошу прощения сейчас я на 5 секунд прервусь для того чтобы попросить вас периодически ставить сердечки мне так как я выключила комментарии я не вижу насколько хорошо идет мой прямой эфир все ли нормально сейчас с сигналом и так по сердечкам я буду понимать что все хорошо и собственно мой эфир идет нормально то есть у меня нормальная связь поэтому будьте добры периодически хотя бы по одному сердечку ставьте для того чтобы я видела что все в порядке так вот когда мастера перешли к укреплению базами естественно вылезли следующие проблемы на ногтях тонких перепиленных мы все равно получали отслойки от свободного края слойки иногда в области кутикулы и все равно часть клиентов не могла ходить долго с таким покрытием естественно моделирующие мастера не увидели в этом большой проблемы кто-то так и как работал с гелем и акрилом так и продолжала работать до таких проблем в принципе у этих мастеров не возникало если мы с вами говорим о тех кто отучился уже позже только на работу с гель-лаком соответственно этих мастеров возникли большие проблемы потому что было непонятно что делать вроде бы делаю все по технологии делаю укрепление так как меня учили часть клиентов ходит нормально участие отслойки что делать различные мы начали придумывать базы базы каучуковые базы стронг базы еще там какие-то все разные но все дело в том что это были все все-таки эластичные материалы чуть жестче чуть мягче но это были эластичные материалы до так называемый соков материалы то есть соков геля то есть растворимые гели они сами по себе более эластичны чем классические гели для моделирования и как раз возникла вот эта вот история с подбором вас под одни ногти одна база под другие ногти другая база с различными там подложками такими сякими третьими десятыми и помимо этого начались еще проблемы у клиентов очень серьезные это ожоги ожоги термические и химические потому что база наносилась толстым слоем более одного миллиметра здесь вина исключительно мастеров как бы нам горько не было это признавать но изначально всеми производителями база создавалась как материал для тонкого нанесения максимум толщины это один миллиметр но когда база наносилась слоем 2 3 миллиметра я думаю что вы все видели вот такие вот страшные картинки так называемые ногти плюшки да как когда при снятии появлялся такой огромный слой материала и вот этот слой базы которые изначально которые нет не должна была таким слоем было быть нанесена на ногти все это приводило таким проблемам как химические термические ожоги оттончение ногтевой пластины снова от слойки и в конечном итоге мы стали возвращаться обратно жестким материалом гель акригель и жесткие базы здесь я говорю уже о жестких базах которые по своим свойствам больше похоже на гель или жестче я сейчас об этом поподробнее поговорю то есть здесь не просто такие классические базы стронг которые ну чуть жестче чем каучуковый но они все равно гнутся да мы говорим именно в том числе об ультер жестких наших базах которые как гель они не сгибаются при нажатии то есть они формируют такое прочное покрытие и в итоге мы вернулись к этому что же произошло дальше сейчас найду этот слайд и собственно вот что произошло многие мастера перенесли технику укрепление эластичными базами на жесткие материалы и в этом собственно главная ошибка потому что как мы привыкли укреплять базами эластичными нанесли поставили выравнивающую каплю распределили перевернули ручку клиента капля собралась в области апекса создали красивый блик зафиксировали в лампе все на этом все закончилось но жесткие материалы они немного другие они так не работают и как раз каким ошибкам мы с вами пришли давайте посмотрим естественно в случае если мы работаем жесткими материалами как эластичными базами мы не учитываем свойства жестких материалов и сейчас на примере я вам продемонстрирую как раз что это за свойства также материал в стрессовой зоне и на свободном крае при таком классическом так скажем укреплении базы эластичной он нанесен обычно на свободном крае в стрессовой зоне тонким слоем потому что когда мы ручку клиента перевернули он весь собрался в области апекса там все замечательно а толщины на свободном крае нет и поэтому мы с вами получили в итоге такие проблемы как отслойки на свободном крае и вопрос что с ними делать и так сейчас как раз я вам продемонстрирую непосредственно особенности свойств и включу комментарии для того чтобы пока вы могли задать мне свои вопросы потому что вижу что вы присоединяетесь и так здесь я на верхней форме выложила материал это ультра жесткая база и это классический гель я взяла гель клэва наш классический прозрачный гель и выложила их таким образом чтобы они имитировали как раз покрытие то есть укрепление ногтей эластичной базы как мы обычно работаем до перевернули ручку и соответственно что мы получаем на стрессовой зоне и на свободном крае толщина материала минимальная если мы говорим с вами об ультра жесткой базе то в очень тонкой толщине так скажем она начинает гнуться она гнется вместе с ногтем хотя если мы с вами посмотрим здесь вот в области стрессовой зоны здесь жесткость у нее другая да то есть она не сгибается это я и выложил сейчас очень тоненько но свободный край видите он весь гнется естественно при таком классическом укрепление как мы работаем с вами с обычной эластичной базы и соответственно получаем очень тонкий слой жесткого материала на свободном крае вот они мы получаем сами сколы и отслойки здесь как видите материал он не ломается чем как раз хорошие ультра жесткие базы тем что например если вы выложите тонкий слой в области кутикулы там где ногтевая пластина сама по себе тонкая там не будет от слоек потому что там как раз будет все отлично то есть материал будет гнуться не будет ломаться но свободный край как вы видите то есть здесь необходимо сделать толщину чуть побольше то же самое это классический гель если мы с вами посмотрим на область афикса мы увидим здесь толщину достаточно неплохую как раз я взяла прозрачный гель чтобы вы видели но опять же свободный край у нас тонкий если мы работаем сами с классическим жестким гелем также как с эластичной базой и не укрепляем дополнительно свободный край он начинает ломаться потому что жесткий гель в тонком слое очень хрупкий если мы с вами говорим о толщине в 1 миллиметров и более здесь видите он жесткий стрессовой зоне а здесь очень тонкий и вот как раз наши сколы и отслойки на свободном крае происходит только из-за того что неправильно выложена толщина жесткого материала давайте сейчас я вам нарисую схемку и потом мы с вами посмотрим какие варианты укрепления есть может ко мне есть какие то сейчас вопросы я с удовольствием на них отвечу пока готовлюсь к рисованию и так у нас с вами есть вот такой вот ноготь здесь есть небольшое укрепление но будем считать что его нет давайте посмотрим если с вами говорим о классическом укреплении так скажем при помощи эластичной базы да то есть мы с вами нанесли на поверхность ногтевой пластины капельку вот наш ноготь далее мы перевернули ручку клиента и весь материал у нас собрался апексе в области апекса к свободному краю и к стрессовой зоне сейчас немножечко нарисую более правильно не очень удобно под камерой рисовать соответственно в области апекса у нас есть материал выложенный таким более толстым слоем и соответственно если мы не стянули материал на свободный край мы здесь получили с вами в области стрессовой зоне зоны и в области свободного края получили наименьшую толщину в случае с эластичным материалом в этом ничего страшного не будет потому что он будет гнуться вместе с ногтевой пластиной и все будет нормально но если мы такую толщину небольшой выложили жестким материалом вы видели то что будет с ним он либо будет сгибаться случае с ультра жесткой базы либо он будет просто ломаться если мы сами говорим о классическом геле отсюда мы сами получаем отслойки то есть вот так вот мы не работаем что нам необходимо сделать если мы с вами говорим о укрепление жестким материалом сейчас открою следующую фотографию здесь у меня есть укрепление ногтей как раз так скажем более правильная да как правильно работать жестким материалом здесь мы видим следующее мы с вами наносим здесь материал не только в область апекса но и дополнительно укрепляем с вами область стрессовой зоны и область свободного края соответственно у нас и в области апекса толщина достаточная и здесь в области как раз того места где основная нагрузка приходится толщина значительно больше и вы видите укрепление выглядеть по-другому форма четче что это значит да это значит что как раз при работе жестким материалом когда мы выкладываем нормальный дополнительный объем так скажем да на свободном крае мы с вами получаем правильное укрепление которое будет хорошо носиться и давайте мы сейчас сами посмотрим как собственно какими техниками можем с вами этого добиться но я думаю что ход моих мыслей понятен да если какие-то вопросы сейчас есть пожалуйста напишите а я пока буду переходить снова к презентации мы с вами посмотрим какие же техники есть и так что касается техник то мы с вами рассмотрим несколько из них в принципе это самые основные это укрепление с запасом длины я сейчас объясню что это такое также техника бортик я думаю что вы сейчас ее многие видите на страницах соцсетей и также укрепление верхними формами очень классная техника скоростная и естественно укрепление акригелем здесь вспомнила они уже потом когда закончил делать презентацию но решила не добавлять просто оставить на словах соответственно все эти техники они одинаково хороши и они помогают работать с жесткими материалами правильно и соответственно делать укрепление такое которое будет носиться и так давайте сейчас мы с вами посмотрим что такое в теории до эти методы укрепления потом покажу вам на практике если мы с вами говорим об укреплении с запасом длины то есть нам необходимо с вами оставить запас на свободном крае в один полтора миллиметра от выбранной к выбранной длине да то есть мы предупреждаем клиента что длина потом будет чуть меньше такой которой она хотела далее мы с вами работаем жестким материалом и мы в принципе можем его наносить как базу естественно здесь мы с вами понимаем что на свободном крае длина толщина будет чуть поменьше тонкой кистью мы и стягиваем материала к свободному краю немножечко для того чтобы увеличить толщину после полимеризации мы убираем длину и опиливаем форму таким образом мы с вами получаем как раз дополнительную толщину на свободном крае и сейчас я это продемонстрирую опять же на схеме для того чтобы было понятно как это и потом тоже самое продемонстрирую непосредственно на видео уже на практике так давайте вернемся сейчас вот этой вот к этой картинке и посмотрим да давайте нарисуем как раз что у нас есть дополнительная длина желтым цветом нарисую свободный край то есть длина изначально была например вот такая клиент в итоге хочет половину убрать мы немного опиливаем длину например то убираем чуть поменьше и предупреждаем клиента что основную остальную часть которая как раз хочется убрать мы уберем потом после выглавки материала хочется например сделать в итоге вот такую длину далее что мы сами делаем мы начинаем работать с жестким материалом соответственно перейду мы с вами наносим его сначала тонким слоем затем ставим каплю в области кутикулы растягиваем переворачиваем ручку клиента и получаем с вами соответственно такой апекс достаточно выраженный да и материал который сходит на нет постепенно к свободному краю так как мы сами работаем жестким материалом мы должны понимать что толщина должна быть больше сейчас более правильно нарисую рука на весу поэтому не получается так как надо соответственно что мы с вами должны сделать после того как мы нанесли данный материал выстроили апекс мы берем сами тоненькую кисточку и немножечко подгоняем материал свободному краю для того чтобы здесь создать дополнительную толщину мы далее далее полимеризуем материал в лампе и начинаем опиливать в том числе мы с вами опиливаем свободный край и так как здесь мы немножечко дополнительно толщину с вами при помощи тонкой кисточки сделали у нас с вами получилось здесь толщина достаточно для того чтобы жесткий материал был крепким и у нас и свободный край и стрессовые зона хорошо укреплены вот у нас это дополнительная толщина появилась мы опилили лишние опилили самую тонкую часть и получили хорошую толщину плюс еще мы сами сделали красивую форму особенно это касается квадрата это очень важно вторая техника бортик что мы сами здесь делаем здесь мы с вами по периметру свободного края моделируем бортик наносим жесткий материал далее и после этого опиливаем форму после полимеризации и также получаем дополнительную толщину сейчас также это продемонстрирую вам обязательно на схеме для того чтобы было понятно и потом сами поговорим о том какой лучше материал взять для того чтобы как раз работать в этой технике и так для начала я возьму материал густой для того чтобы создать бортик да здесь у меня мне необходимо сделать дополнительную толщину я выкладываю его по периметру свободного края виде вот такого вот бортика и получаю вот небольшое возвышение далее я начинаю работать с жестким материалом соответственно нашу его сначала тонким слоем далее как обычно делаю выравнивание да как при работе с эластичной базой то есть у меня получается апекс выраженный постепенно здесь материал сходит на нет но за счет того что у нас здесь есть уже выложенный бортик у нас здесь уже есть толщина на свободном крае и здесь мы можем сразу опилить длину до нужной если в первом случае мы оставляли небольшой припуск так скажем да то здесь мы сразу можем уже сделать длину которую хочет наш клиент и после выкладки материала сделать совсем небольшой опил просто для того чтобы придать четкости нашим ногтям этот вариант тоже очень удобен потому что мы сразу здесь получаем вот он дополнительную толщину которая будет укреплять свободный край сейчас я вам покажу какими материалами мы делаем эту технику и потом включу комментарии чтобы вы могли задать мне свои вопросы и так какие материалы подойдут для этой техники во первых это гель желе на это густой материал который будет держать форму и вы можете выложить бортик по всему периметру он никуда не уедет в объем не опадет и соответственно потом вы сразу можете все запоминализовать в лампе например это наш гель hard покажу вам сейчас его также классический густой гель можно взять у нас это гель help его также можно выложить объемно он не будет терять свою форму он такой же жесткий и он будет создавать бортик если гель hard он имеет натуральный оттенок то гель help он прозрачный в принципе это никак не повлияет на укрепление это просто в зависимости от того чем вам удобнее работать и и также можно взять жесткий материал например какую-то жесткую базу с высокой скоростью полимеризации на например это наши ультра жесткие базы вы все видели я думаю что на наших прямых эфирах как быстро они полимеризуются при помощи портативного фонарика буквально две-три секунды и вы можете этот бортик выкладывается например сначала одну сторону затем другую третью и сразу прихватывать лампы для того чтобы сохранялся объем но это более жидкие материалы поэтому здесь вы можете смотреть каким материалом вам удобнее работать и сейчас как раз давайте я покажу вам непосредственно эти материалы для того чтобы вы понимали что я имею ввиду и включаю комментарии если ко мне какие-то вопросы есть сейчас вы можете их задать итак первое это гель желе ему очень удобно формировать бортик мы с вами сегодня как раз на практике посмотрим именно этот способ это очень густой гель он при этом очень жесткий и как раз им удобно выстраивать дополнительную толщину на свободном крае второй вариант это гель help он у нас есть вот в таком вот варианте такой вариант у нас придается в наборе для ремонта ногтей и также у нас есть он классический в баночке это очень густой гель прозрачный как я уже говорила который тоже держит форму отлично и соответственно например здесь вот очень удобно до из такого вот небольшого объема до из такой вот баночки очень удобно как раз его выдавливать и сразу выстраивать четко бортик на свободном крае и третий вариант это материал жесткий который быстро полимеризуется опять же вы можете проверить свои материалы какие у вас есть может быть это какой то будет классический гель в нашем случае это ультра жесткие базы они действительно прихватываются буквально за 2-3 секунды особенно тонкий слой потому что бортик вы выкладываете тонко и вы можете работать как раз при помощи портативного фонарика выложили полосочку материала например с одной стороны зафиксировали буквально две секундочки потом выложили здесь полосочку зафиксировали с этой стороны зафиксировали и все ваш бортик готов поэтому здесь вы можете работать абсолютно разными материалами и еще одно один классный способ как можно укрепить свободный край жестким материалом это техника укрепления верхними формами во первых чем хороша эта техника вы все видели естественно эту технику тоже потому что часто ее показываю наших мастер-классах во первых эта техника не только укрепит хорошо ногти жестким материалом но также она поможет быстро исправить любую деформацию да если есть скрученная ногтевая пластина то есть вы ставите верхнюю форму жестким материалом делайте одновременно и укрепление делайте одновременно и выравнивание архитектуры то сделайте красивые ногти соответственно следующий пункт это то что техника поможет сделать идеальную и самое главное одинаковую форму на всех ногтях часто бывает такое да то что есть ногти обязательно клюющие это указательные средние чаще может быть какой-нибудь один трамплин и нам хочется что все вот эти вот ногти разные да по своим по своей начальной форме были максимально одинаковые эстетичные красивые идеальные да как картинка в соцсетях которые мы видим например у инструкторов и соответственно верхней формы укрепление верхней формы поможет нам это сделать также укреплением такое можно совместить с ремонтом то есть если есть трещина вы и быстренько зафиксировали сверху верхнюю форму с материалом жестким поставили все у вас все готово также это минимальный опил то есть если в первых двух случаях вы все-таки должны знать как правильно опиливать форму квадрата и миндаль да это такая классическая техника вам надо будет все-таки поучиться так скажем подольше для того чтобы видеть вот эту четкую форму особенно если вы не проходили курсы по моделированию то случае с верхней формами конечно же опил минимальный если вы правильно ее поставили то вам необходимо просто будет опилить свободный край и убрать небольшой бортик который вас появится на стыке как раз верхней формы и натурального ногтя но это обычно занимает буквально две-три минуты и изнутри выпилить материал если вы его сразу не распределили но обычно он распределяется сразу до полимеризации и потом выпиливать необходимо просто минимальное количество к тому же вы оставляете свободный край при укрепле при укреплении и соответственно вы потом только работаете с толщиной свободного края то есть вы делаете вот такой тоненький торец при помощи фрезы до убираете часть натурального ногтя чтобы при отрастании он не скручивался не давал отслойки и соответственно вы получаете красивый результат за минимальное время и можно совместить укрепление и дизайн что я здесь имею ввиду можно например делать сразу же игры градиент и укрепление верхней формами вместе да вы берете цветные базы либо берете классические например цвета для baby boomer это молочный и камуфляж делаете одновременно два дела то есть вы сразу и красивые ногти сделали и сделали дизайн вам остается только немного опилить и перекрыть его топом это очень удобно и как раз сейчас я вам покажу на фото да это недавний мастер-класс от ларисы ли но и нашего арт-директора и как раз здесь выполнено было именно укрепление натуральных ногтей верхними формами здесь одновременно вы видите и градиент и исправление форму потому что здесь свои ногти скручиваются и мы с вами получаем очень классный красивый результат и действительно экономим время поэтому вот эти три способа которых сейчас я вам рассказала и которые я буду показывать соответственно они действительно очень классно не рабочие они очень удобные и так хочу с вами поделиться хорошей новостью перед тем как мы с вами перейдем непосредственно к практике теперь техника укрепления верхними формами очень подробно рассматривается на нашем онлайн-курсе я топ-мастер у нас сейчас стартует поток совсем скоро 3 июля и мы решили данный курс насытить по максимуму действительно сделать его вот таким вот разносторонним и в том числе сделали вот такую вот отдельно технику укрепления верхней формами подробные уроки как раз их для вас записала лариса льина где рассказывается как все это делается помимо этого в курс также входит экспресс моделирование комби маникюр ремонт ногтей french gradient экспресс дизайны химии материалов как протестировать подобрать материалы к любым ногтям большая теоретическая база по дезинфекции стерилизации по заболеваниям строению ногтей по психологии общения с клиентами по ведению соцсетей по подсчету себестоимости то есть это курс такое все в одном и так как мы с вами заговорили как раз в том числе и укрепление мне хотелось бы как раз поделиться с вами такой новости то что теперь и эта тема тоже у нас входит в этот курс и действительно он максимально насыщенный поэтому перед тем как мы сами перейдем к практике мне бы хотелось вот немножечко о нем рассказать и далее мы сами непосредственно посмотрим все на деле что мы будем с вами как мы будем с вами укреплять ногти что касается курса буквально немножечко о нем расскажу то есть это более восьми курсов в одном минимум восемь курсов да то есть вам не надо искать информацию в разных источниках вы сможете всему обучиться где у вас есть пробелы вы сможете все это восполнить два месяца вы учитесь шесть месяцев доступ ко всем материалам также мы все проверяем ваше задание мы все это лариса ирина это юлия жаркова и это я наталья чечнева соответственно вы общаетесь непосредственно с преподавателями они с кураторами также очень приятным бонусом будет официальный диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации мастер маникюра и помимо этого дополнительные бонусы это аппаратный классический маникюр это ведение соцсетей расчет себестоимости услуги то есть курс действительно такой очень очень подробный и в том числе теме крепления натуральных ногтей при помощи верхних форм будет посвящен большой блок для того чтобы вы эту технику изучили об этом курсе очень подробно рассказывал в недавнем эфире юлия жаркова я же просто хочу вам напомнить то что сейчас стоимость данного курса составляет 20 тысяч рублей если мы с вами соответственно смотрим разбиваем эту сумму да на более удобное для нас то это всего лишь две с половиной тысячи в неделю либо 360 рублей в день есть как раз сегодня занималась подсчетами поняла что 360 рублей в день зарабатывает любой мастер маникюра ну кроме наверное совсем начинающего хотя даже и кто работает с моделями все равно с модели вы берете да какие-то минимальные деньги на соответственно материалы и вы можете позволить себе это обучение потому что действительно это огромный вклад в себя в свои профессиональные навыки и такой курс у нас как раз стартует ближайшее время есть рассрочка на 2 и на 4 платежа поэтому если вам интересно старт ближайшего курса как я уже сказала 3 июля если вы смотрите данный эфир в записи то соответственно вы можете посмотреть актуальные даты на нашем сайте ссылочка будет обязательно под этим видео поэтому обязательно заходите смотрите если вам данный курс интересен и у нас есть отдельное видео именно о рассказе об этом курсе и так сейчас мне бы хотелось как раз перейти к практике и давайте мы с вами сейчас посмотрим с какими ногтями мы будем работать что мы будем с каким ногтем делать и потом непосредственно все это посмотрим на видео и так я возвращаюсь к своим фотографиям чтобы рисовать для вас схемы пока я включу комментарии ненадолго для того чтобы вы смогли задать вопросы перед тем как я начну работать уже так сделаем перед тем как я начну уже показывать практику вам и так мы с вами будем разбирать как раз два варианта укрепления классе так скажем классический вариант с тем когда мы будем оставлять дополнительную длину и в технике бортик вот этот ноготь я оставила в качестве такого вот ногтя для стандартного укрепления когда мы сами работаем жестким материалом как обычной базой то есть мы убираем длину далее мы с вами наносим сейчас сразу разметочку включу да мы сами наносим капельку материала в область апекса подгоняем его немножечко к кутикуле далее распределяем к свободному краю получаем здесь минимальную толщину до переворачиваем ручку клиент сразу ставим в лампу то есть мы с вами получаем такое классическое укрепление но здесь как мы уже с вами ранее говорили жесткие материалы в такой технике не совсем работают далее мы с вами будем рассматривать следующий вариант это укрепление с запасом длины я для этого каминка для этих целей взяла мизинец здесь что мы с вами сделаем здесь мне необходимо будет получить длину меньше вы это видите да здесь я длину не опиливала хочу сделать потом вот такую длину свободного края ведь у меня здесь какой припуск большой далее я поставлю капельку материала также в область апекса распределю кутикуле далее распределю ее в область свободного края переверну ручку клиента у меня материал естественно соберется в области апекса и потом я возьму и еще раз при помощи тонкой кисти немножечко стяну материал на свободный край для того чтобы у меня здесь получилась дополнительная толщина совсем чуть-чуть и потом мы с вами за счет того что опилим лишнее мы получим здесь укрепленный свободный край и стрессовую зону и третий вариант это укрепление в технике бортик для этой техники я взяла как раз вот такой вот замечательный ноготь искривлены немного соответственно нам здесь надо будет для четкого квадрата восстановить еще и уголок и я буду работать следующим образом я сначала возьму густой гель это будет гель hard гель желе наш сначала я выложу бортик вот таким образом соответственно я его выложу на свободном крае с этой стороны здесь и здесь по периметру для того чтобы сразу получить четкий квадрат и и для того чтобы получить толщину на свободном крае и дальше буду работать в классической технике на то есть я также поставлю каплю жесткого материала распределю в область кутикулы далее распределил к свободному краю переверну ручку клиента и после того как я все это сделаю чуть-чуть при помощи тонкой кисти стяну материал на свободный край для того чтобы получить здесь толщину будем с вами опиливать но здесь как вы видите я уже сделал длину практически такую как мне надо если здесь был запас большой вот и сколько буду опиливать то здесь опил будет минимальный просто для того чтобы сделать четкую форму соответственно в этом случае мы сами делаем запас по длине в этом случае не делаем то есть он здесь будет минимальной я надеюсь я понятно сейчас все объясняю и и давайте мы с вами посмотрим как собственно это будет выглядеть все на практике так пока уберу планшет и пока комментарии также я выключу чтобы вам было удобнее смотреть подготовка стандартная до сняла старое покрытие опилила далее прошлась обезжиривательным и дегидратором и нанесла без кислотный праймер тонким слоем так как мы сами работаем жестким материалом нам необходимо нести сначала подложку из любой эластичной базы для гель-лака для того чтобы создать адгезию так как в тех материалах которые мы используем для моделирования уже для укрепления естественно нет компонентов которые будут отвечать за адгезию поэтому нам необходимо дополнительно создать ее при помощи эластичной базы далее я беру жесткий материал это наша ультра жесткая база база оттенок номер 39 она в баночке у меня большой объем 30 миллилитров поэтому я работаю кистью гелевой но если вы берете объем 15 миллилитров соответственно у вас вы будете носить ее кистью из флакона одинаково удобно работать сначала жесткий материал наношу тонким слоем промазываю всю поверхность да далее ставлю небольшую капельку и начинаю сначала ее подводить к кутикуле но не сильно видите я здесь у кутикулы не создаю какой-то объем дополнительный мне он здесь не нужен мне не надо здесь ничего укреплять далее я начинаю стягивать потихонечку материал к свободному краю материал жесткий поэтому нам не надо здесь наваливать какие-то дополнительные объемы для того чтобы ноготь укрепить я видите беру небольшие капельки для того чтобы как раз создать нужный мне объем и форму. Сразу стараюсь сделать, конечно же, четкий квадрат, но понятно, что так как материал этот все-таки средней консистенции, он не густой, соответственно, нам необходимо будет потом немного попилить. Перевернула ручку стандартно, чуть-чуть стянула, как я вам уже говорила, материал на свободный край и сразу заполимеризовала в лампе. Здесь мы не думаем об идеальной форме, потому что потом будем, естественно, опиливать, так как нам нужен четкий квадрат. Второй ноготь, как я уже говорила, будем с вами делать в технике бортик. Я для этого беру сначала гель-желе, гель-хард, и выкладываю его вот таким образом, чтобы сразу сделать и четкий квадрат, так как здесь ногтевая пластина скручивается, и одновременно сделать нужную мне толщину на свободном крае, да, жесткого материала, который впоследствии будет мой ноготь укреплять. Далее тяну материал дальше, так как материал густой, вы видите, мне не надо его полимеризовать, так скажем, по одной стеночке. Я сразу могу на три стеночки сделать его по периметру и потом только все вот это заполимеризовать вместе. Никуда не спешу, делаю сразу максимально четкую форму, которую могу здесь сделать, она здесь получится, и нам будет потом минимально опилить, и вы видите, сразу у нас появляется толщина небольшая на свободном крае, то, что нам нужно для жесткого материала. Эта техника делается быстро, то есть вы не потратите на нее слишком много времени, но вы получите хороший результат. Это очень важно, да, это важнее, чем сэкономить какие-то там 5-10 минут, но потом получить отслойки. После полимеризации я также снова беру ту же самую ультражесткую базу. Это может быть вместо ультражесткой базы может быть и классический гель для моделирования. Пожалуйста, работайте, чем вам удобнее. Просто мне по консистенции больше нравятся именно ультражесткие базы, и мне нравится то, что они выкладываются все-таки более тонким слоем, чем классический гель. Также наношу ее сначала тонко, промазывающими движениями, создаю себе как раз этот вот периметр, по которому я буду работать, и далее также начинаю делать ей укрепление. Здесь у нас техника не меняется. Поставили капельку, немножечко подтянули кутикуль, но совсем чуть-чуть, то есть нам не надо создавать там валик какой-то, дополнительный объем. Материал должен сходить на нету кутикулы, мы там ничего с вами не укрепляем, нам надо укрепить с вами стрессовую зону и свободный край, поэтому не наваливайте материал у кутикулы, потом будет еще некрасиво отрастать. Стягиваем материал постепенно к свободному краю, и у нас уже здесь, видите, толщина с вами появилась, и у нас появилась с вами более-менее четкая форма. Нам чуть-чуть надо будет опилить, посмотрите, как уже все хорошо смотрится. Если бы мы работали в классической технике, ручку бы перевернули, естественно, весь объем материала ушел бы со свободного края в апекс, и мы потом получили с вами на свободном крае минимальную толщину и, соответственно, сколы и отслойки. Начинаю опиливать форму. Здесь, конечно, очень помогают курсы по моделированию ногтей, которые я заканчивала как раз, когда только начинала учиться, это было моделирование акрилом геля. Соответственно, здесь понятно, что я делаю не такой вот арочный квадрат, это будет салонная форма. И здесь я опиливаю свободный край, боковые параллели, нижние параллели поднимаю, и потом опиливаю материал уже по поперечной арке для того, чтобы создать более четкую форму. То есть я не работаю в принципе в технике без опила. Я всегда опиливаю материал после выкладки для того, чтобы получить более красивую форму. И лучше потратить на это немного времени, но получить форму не оплывшую, чем сэкономить, опять же, эти пять минут и потом получить проблемы, конечно, с итоговым результатом. Что касается этого ногтя, то здесь у нас опил свободного края минимальный, так как здесь мы уже практически убрали длину до той, которая нам нужна. Также поднимаем нижние параллели, опиливаем боковые параллели, чтобы у нас ногти не были пузатые, так как мы все-таки с вами работали материалом таким негустым, да, он может чуть-чуть, если работать им не так быстро, немножечко как раз создать дополнительный объем сбоку, но это все очень легко убирается при помощи пилки буквально за пару секунд. Материал легко пилится, и, соответственно, вы получаете более четкую форму. И важный момент при работе с жестким материалом, то, что мы выпиливаем с вами обязательно затем свободный край изнутри. Если клиенты очень боятся этого, то вы можете выпилить буквально полмиллиметра для того, чтобы создать красивый тонкий торец. как бы говорите об этом. Если клиенты нормально относятся, опять же, объясните, что так вы избежите от слоек, потому что, естественно, у нас с вами свободный край натурального ногтя скручивается, отходит от жесткого материала, и мы с вами такую отслойку можем получить, поэтому в идеале мы должны с вами выпилить изнутри свободный край. Если мы работаем с нормальными ногтями, если это форма миндаль, то тогда можно этого не делать. Если мы работаем с квадратом, с тонкими ногтями, скручивающимися, перепиленными, то, конечно же, тогда этот этап мы с вами не пропускаем. И, собственно, вот такой вот результат у нас получился. Этот ноготь как раз на безымянном, без укрепления, а ноготь на среднем, с укреплением, которое нам нужно. И как раз сейчас я вам то же самое покажу на фото. Так, включу ваши комментарии. Если есть ко мне какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Тема, я надеюсь, я постаралась ее раскрыть по максимуму для того, чтобы вам было все понятно. Я надеюсь, что эта тема вам интересна, потому что укрепление натуральных ногтей жесткими материалами сейчас действительно очень популярно. И на фото очень хорошо как раз видно отличие ногти, которые мы укрепили с вами, так скажем, в гель-лаковой технике, так ее назовем, да, перевернули ручку и оставили, соответственно, на свободном крае минимальное количество толщины. У нас здесь и материал просвечивает, да, и, ну, не могу сказать, что ноготь здесь пузатый, потому что у него изначально форма такая, ну, он у меня самый лучший, так скажем, я его больше всех люблю, он самый красивый. Вот, ну, соответственно, мы с вами получили проблемы, которые впоследствии приведут к тому, что у нас здесь будет с вами либо скол, либо отслойка на свободном крае, потому что ногти у меня тонкие. И далее мы с вами как раз видим ноготь, укрепленный уже по всем правилам жестким материалом. И здесь мы с вами видим то, что у нас в области кутикулы материал более, так скажем, прозрачно лежит. Область свободного края у нас укреплена хорошо, и здесь у нас есть с вами та толщина, которая поможет как раз жесткому материалу проявить себя по максимуму. Так, Алена, большое спасибо. Вижу ваш комментарий, очень крутой эфир. Спасибо вам большое. Я рада, что вам... Ой, прошу прощения, Елена, не так прочитала? Какую базу порекомендуете? Так, также ваш вопрос. Что касается базы для подложки, если мы с вами говорим об этом, то это может быть любая эластичная база для гирилака. В нашем случае, в нашей системе, мы используем в качестве подложки под любой жесткий материал либо базу Эластик, либо базу Биоткоттон, либо базу Файбер. Если мы с вами говорим об укреплении уже жестким материалом, то здесь, конечно же, надо тестировать базы. Я, конечно же, сейчас буду говорить о наших материалах, о наших материалах, потому что, что касается других жестких баз, других марок, я, честно могу сказать, я не работала с ними настолько, чтобы понимать их уже свойства. Что касается материалов для укрепления, если это база, это должна быть ультражесткая база, которая по своим свойствам похожа на гель. Именно в нашей системе она называется ультражесткая база, Strong Color System. И вот она как раз, да, то есть мы с вами получаем то, что в толщине укрепления около 1 мм она не сгибается. Если мы ее правильно выложим как раз на свободном крае, не будем оставлять вот такую вот минимальную толщину, а выложим так, как я вам показала, она будет на всем протяжении такая, и то есть она будет вам отлично укреплять ногти при толщине, например, около 1 мм. Поэтому в данном случае, как раз если мы говорим о базах для укрепления, то это должна быть вот такая вот жесткая база по своим свойствам максимально как раз похожая и даже превосходящая гель. Потому что если мы с вами говорим про классический гель, видите, в тонком слое у нас он весь сломался, а здесь в тонком слое ультражесткая база, она согнулась, но она так не ломается, как тот же самый жесткий гель. Поэтому здесь вот у нее дополнительный плюс, такое вот есть. Поэтому в данном случае вам необходимо для укреплений выбрать материалы жесткие, которые не гнутся при выкладке, если вы их выложили, так скажем, в правильную толщину около миллиметра либо более. И, соответственно, вы таким образом выбираете идеальный материал для укрепления. То есть что касается наших марок, то сейчас, наших марок, наших материалов, то для меня сейчас фаворит это ультражесткие базы, потому что они действительно искоростные, они быстро выравниваются. Вы сейчас на видео это видели. И в то же время они обладают необходимой жесткостью. То есть я могу выполнять работу быстро и красиво. И также они для работы с верхними формами подходят. У нас огромное количество мастер-классов на странице, поэтому всегда можно посмотреть, как, собственно, они работают и для моделирования, и для укрепления с верхними формами. Это такая классная скоростная техника, плюс еще и большая палитра более 50 оттенков, которую мы, естественно, будем расширять. Поэтому я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Давайте я сейчас еще немножечко подожду ваши вопросы и пока покажу вам, как, собственно, выглядят ногти по-разному укрепленные. Это вы уже видели. Вот, в торце. Давайте посмотрим. Здесь чуть-чуть я согрешила с толщиной, я потом допилила, но не стала уже перефотографировать, потому что нанесла цвет, дизайн, поэтому решила вот так вот оставить. Смотрите, если мы с вами укрепили, так скажем, в классической гель-лаковой технике жестким материалом, что мы здесь с вами получили? Мы с вами получили здесь очень-очень тонкий торец. Давайте как раз я вам нарисую его. Вот он, ноготь наш. И вот какая небольшая толщина материала. Если ноготь нормальный, не перепиленный, не тонкий, достаточно жесткий, то, в принципе, при отрастании он нормально себя поведет, не даст отслойок. Но если ноготь тонкий, то при отрастании он будет скручиваться. И мы с вами получим вот такую вот красивую картину. Так. Никак не могу переключиться. Мы с вами получим скручивающийся ноготь. Естественно, мы с вами получим вот здесь вот отслойку на свободном крае. И так как у нас материал жесткий выложен тонким слоем, он либо согнется, как в случае с ультражесткой базой, в принципе, ничего страшного, либо он просто-напросто сломается, если мы работали с вами классическим жестким гелем. И вот мы с вами получили вот такую вот красоту. Если мы с вами работали жестким материалом правильно и создали здесь толщину, то мы с вами имеем следующее. Здесь я даже особо не выпиливала свободный край, потому что длина здесь минимальная, здесь еще гиппанихик такой, видите, разросшийся достаточно, поэтому выпилила просто для красоты, чтобы создать торец. Но тем не менее, то есть немножечко все равно я свободного края захватила, поэтому здесь он у меня также ноготь свой, видите, такой достаточно тоненький, а весь остальной объем это жесткий материал. И посмотрите, вот эта толщина это отличная толщина для того, чтобы сделать красивое, самое главное, хорошее, крепкое покрытие. Даже если свой ноготь при отрастании будет скручиваться, давайте мы с вами нарисуем этот момент, вот он скрутился, да, здесь образовалась отслойка. Но за счет того, что материал выложен нормальным слоем, не супер тонким, а в толщину примерно миллиметр, мы с вами получили здесь укрепленный свободный край, максимум, здесь просто вот так вот будет отходить натуральный ноготь, но материал вот этот вот не сколется. А если вы опилили еще свободный край, выпилили изнутри натуральный ноготь как раз для того, чтобы избежать этих отслоек, то, соответственно, у вас и проблемы такой не будет. Давайте мы как раз сейчас его выпилим виртуально. Обычно я выпиливаю где-то около одного миллиметра самые такие вот проблемные участки, как раз углы на квадратах выпиливаю. Если у меня есть клиенты, которые, например, не соглашаются совсем выпиливать, хотя их меньшинство, потому что у меня все еще с того времени, когда я моделировала, там, естественно, это было обязательным условием, то, соответственно, у нас такой проблемы нет. Но если вы сталкиваетесь с такой проблемой, клиенты не хотят выпиливать, то есть объясните, что мы просто выпилим для того, чтобы сделать красивый тоненький торец, и заодно, пока вы будете делать этот красивый тоненький торец, чуть-чуть уберите уголки хотя бы для того, чтобы избежать отслоек вот в этих местах. Потому что здесь как раз все никак я не могу переключиться на карандаши, потому что вот эти вот места, они самые такие вот коварные. Вот, собственно, и вся тема укрепления натуральных ногтей жесткими материалами. Особенно, я думаю, что она будет актуальна для коротких ногтей, потому что с длинными все более-менее понятно, как-то там получше получается укреплять, а вот с короткими вечно проблема вот в виде вот этих вот отслоек, да, вот здесь вот. И частые вопросы мастеров, что же делать? Вроде делаю все правильно. Но я надеюсь, что сейчас вы понимаете, в чем проблема. И если какие-то вопросы ко мне будут после эфира, пожалуйста, пишите, задавайте их, можете в личные сообщения нам писать, можете писать под этим видео в комментариях, я с удовольствием отвечу. И также этот эфир у нас будет продублирован на YouTube, поэтому вы сможете всегда пересмотреть его в записи, если, например, здесь вам неудобно пересматривать. Вам большое спасибо за внимание. Буду сейчас эфир завершать и сохранять, потому что уже час подходит к концу, и иногда Инстаграм, к сожалению, эфир прерывает через час. Не знаю, как он выбирает это, но тем не менее. Поэтому я эфир буду сохранять. Вам большое спасибо за то, что сегодня были со мной в прямом эфире, за то, что задавали вопросы, за то, что как раз поприсутствовали и посмотрели мое видение этой темы. Я надеюсь, что эфир был вам полезен. Ну, а мы с вами встретимся через неделю с новой темой. И всем большое спасибо еще раз. Всем до новых встреч. Всем счастливо!